Недавно мне подружка рассказала про фразу «на приколе». Никогда в жизни не слышала, чтобы ее так использовали, но ты ее используешь, когда ты говоришь, что человек немножко не в себе. Вот мой сегодня аутфит немножко на приколе, потому что у меня total black, розовые ногтики и как бы розовые мартинсы, потому что на приколе я сегодня. День у меня был супер странный, у меня не было настроения с самого утра, но я решила выбраться в город, потому что у меня сегодня есть планы. Планы интересные, и планами хочу с вами поделиться. Так что сейчас мы преобразовывать будем эту деструктивную энергию отсутствия настроения во что-то более-менее приличное. И будем делать это вместе. Не, ну это, конечно, это, конечно, лук, лучок, onion, я бы даже сказала. Все, погнали. Итак, я вышла на два часа позже, чем хотела. Пойдемте делать дела. Ну, у погоды сегодня настроение тоже на приколе. Я вот специально не брала солнцезащитные очки, кому они нужны, солнца-то не было, солнце выглянуло. В общем, в чем фишка? Я в последнее время поняла, что мне не хватает проблем в жизни, дел в жизни, у меня же так много свободного времени, и нужно заняться научной деятельностью. Мне коллеги скинули мем, типа, как я попала в науку, и там, знаете, вот эта женщина, которая идет мимо гаража, за ней, как бы, начинает закрываться дверь, и она заходит в гараж и такая, блин, где я? Вот это я сейчас примерно, когда я пытаюсь ворваться в эту академическую историю, но я поняла, что время пришло, и надо этим заниматься. Сейчас мы сначала с вами кофейком подзарядимся, и я вам все расскажу. В итоге я ничего не рассказала, как ужаленная побежала, потому что увидела место на веранде, и мне очень хотелось посидеть на улице, на улице тепло, я еще одета по погоде, что вполне себе редкость для моей жизни. Дело в том, что я сейчас буду пытаться сесть за написание научной статьи первой. У меня есть опыт написания только, ну, дипломов вот этих всех историй, курсовых и так далее, плюс каких-то заметок. Я выпускала материалы на сайте РСМД, но все же, как бы, формально это не статья. И я связалась со своим научным руководителем, он был очень рад меня слышать, видеть, скажем так, и он мне сказал, что да, вашу работу надо преобразовывать, и хорошо, что вы это не забросили, очень-очень надо. И мы с ним договорились, что в течение пары месяцев я ему пришлю первый вариант переработанной темы моего диплома. Я писала про реформе ООН, сначала про реформе Совбез, а потом про реформе ООН в целом. И поскольку с прошлого февраля очень много про это говорили в разных контекстах, и с точки зрения того, что типа ООН не работает, и с точки зрения России. Недавно я видела какой-то лютейший тейк про то, что нельзя дать России взять председательство в Совбезе, и мы тогда типа fail the system. Люди не понимают, как работает система ООН, и мне нужно с этой мыслью жить и свыкнуться. Люди не понимают, что председательство, оно формальное, лишь влияет на то, какие повестки выбираются, и это особо никакой роли вообще и смысла не имеет. Ладно, я перестану агрессировать. Так что теперь я занимаюсь этим. Я сейчас посидела, пописала, поредактировала тот материал, который есть. На самом деле работа несложная, главное просто себя заставить. И надеюсь, что это получится. Сейчас, поскольку времени уже совсем нет, без 10.04, я поеду в центр, поеду к гостиному двору, потому что сейчас идет ярмарка. Я надеюсь, что все будет успешно, иначе я кого-нибудь стукну. Вот знаете, я выйду из машины, и первый попавшийся человек будет случайной жертвой. Это будет unpremeditated violence. Потому что сегодня все в моей жизни настолько unpremeditated у всех, что вопроса я не могу, я реально кого-нибудь стукну. Так что вот, поедемся в центр, материться на отсутствие парковки, на ее стоимость, и на то, что мы будем кружить, и не знать, где себя приткнуть. Я не знаю, я, понимаете, человек такой. Я пытаюсь исправить свое настроение всеми способами, которыми могу. И поскольку у меня есть хороший турецкий Apple Music, у меня есть все новые песни Монескинов, которых, кстати, я не очень сильно люблю, но вот когда я включаю в себе какие-то самые заезженные песенки, топ! Я в последнее время начала открывать для себя этот формат и поняла, что я суперупертая, и думающая, что я, короче, все знаю лучше всех. Это плохо. Наверное, это хорошо в какой-то степени, но это плохо по одной простой причине. Я очень медленно адаптируюсь к изменениям. Люди уже два или три года пилят рилсы и поднимают себе на этом аудиторию, и я только сейчас поняла, что, блин, а пора бы. И знаете, статистика-то за пару-тройку недель плюс 700-800 подписчиков. И я не очень люблю, когда я нахожу подтверждение фразе «ты не самая умная», но, походу, я реально не самая умная. Надо было давно пробовать новые форматы и перестраиваться. Единственный метод меня мотивировать, видимо, просто само себе ныть и объяснять, что, девочки, мы работаем, мы трудимся, мы стараемся, у нас все получится. Ну, потому что, а как иначе? Если не у нас, то у кого? Согласны? Узнали? Согласны? Ну что, друзья, мы с вами продолжаем рубрику «Арина пытается снять видео». Получается, у нее это паршиво. И я пришла к вам спустя несколько дней, потому что у меня разрядилась камера, и дел было так много, что я элементарно не успевала ее зарядить и оставляла ее дома, потому что работы было супер-супер-супер-пупер много. Сегодня, наконец-то, я выкроила небольшое время для того, чтобы позаниматься научной деятельностью. Боже мой, знаете, я сейчас это произношу, и вроде бы мне уже не так стрессово от мысли об этом и от этой фразы, но все-таки в душе еще свежи воспоминания о бакалаврских и магистрских годах, когда каждую весну это все превращалось в какой-то невероятный цирк уродства под названием «Я пытаюсь написать курсовую, диплом, закрыться, сдаться и не отчислиться». К счастью, все проходит успешно, и я задаюсь и закрываюсь, и очень даже хорошо с красными дипломами, но все же стресс какой-то вот такой неприятный от этого был всего. Но, к счастью, сейчас это более осознанный выбор, и работать над статьей намного приятнее и быстрее, чем работать над дипломом или курсовой, или там чем угодно, поэтому сегодня я попытаюсь переработать то, что у меня есть, а есть у меня много. Потом, наверное, отвлекусь и немного позанимаюсь другим, потому что долго я не вывезу. После рабочего дня, в принципе, мозги уже не работают. К счастью или к сожалению, моя работа все-таки предполагает некий интеллектуальный труд, и интеллектуальных мощностей к вечеру не хватает. Так что попробуем посмотреть, что у нас есть, чем мы с вами богаты, и все. Вот тут где-то и надо начинать плакать, потому что я опять ввязалась в какое-то непонятно что, а рядом у меня еще лежат учебники, распечатанные по корейскому, и я думаю, господи, а может быть мне бы поотдыхать? Но до отпуска мы не отдыхаем, мы работаем. Ой, все. Смотрите, какая ручка у меня есть патриотичная, мгимошная. Конечно. Мне же не хватило мгимов в жизни за эти 6 лет. Я как чувствовала, что надолго меня не хватит, я залипла в своем дипломе, 10 раз подумала о том, какая я гениальная, что-то оттуда натаскала. Если что, про гениальность я сейчас ироничная, но там есть пара инновационных подходов к вопросу, но в остальном просто я сидела такая, господи, а ведь я когда-то это написала. Что со светом, не знаю. Ладно, живем. Я не знаю, помните ли вы, но в январском или декабрьском видосе с книжками, наверное, это декабрьский был, я накупила очень много книг по философии с таким вот подтекстом, типа, ну когда-нибудь я пойду в аспирантуру, мне это точно пригодится, потому что кандидатский минимум – это в том числе философия. И философия нужна для расширения ваших интеллектуальных границ и попыток осознать, осмыслить и понять реальность. Это супер все важно и круто, но справедливость ради, а философию познавать самостоятельно – не самостоятельно тоже сложно, но самостоятельно просто вообще жесть. И поэтому я хочу сейчас посмотреть пару лекций курса синхронизации «Гид по философии», потому что у них все хорошо, очень структурировано. И в целом мне это лично помогает пробираться сквозь вот эти вот вообще просто тернии. Материалы в курсе, они как бы деконструируют все эти сложные темы, у тебя остается нормальный такой остаток, который обычно человек может воспринять и понять. И потом, если тебе надо, ты уже навешиваешь наверх. И вот я планирую навешивать после того, как я пойму базу. Понять базу – это тоже для меня в какой-то степени периодически бывает челлендж. Могу себя погладить по голове, сказать себе, какая я молодец, потому что посмотрела лекцию про возрождение. Лекция была про такой, знаете, историко-культурный контекст эволюции, философской мысли, возрождении. И в целом суперполезный, суперудобный курс, потому что, опять, как я вам сказала, он очень хорошо деконструирует какие-то сложные моменты, он дает контекст, потому что без контекста философия, мне кажется, вообще не может существовать. И она, в принципе, с контекстом сложно существует, но без контекста это полный трэш. И в целом мне очень нравится формат, потому что это 13-минутные видео лекции, это там 10-20-минутные аудио лекции, у вас есть тесты, вы можете это все изучать в комфортном вам режиме. Я, например, смотрю вообще в разброс, потому что мне так удобнее. Я знаю, что это, наверное, не сильно системно, потому что курс-то выстроен адекватно, нормально, принципы историзма, все суперклево, но вот я очень люблю «Голопом по Европам», если у меня появляется мысль, что сейчас я задалась вопросом, что же там на первом курсе я проходила про философию 21-го, хотя сказать, ладно, 20-го века, то я смотрю лекцию про 20-й век и слушаю лекцию там про философов этого периода. Вот, и в этом плане, конечно, супер гибко, супер удобно. В целом мне формат очень подходит, и плюс вот мой блокнотик, который помимо того, что это блокнот для работы, это еще блокнот для всяких полезных записей, я сюда делаю свои конспекты, стараюсь хотя бы что-то выписывать, что либо для меня новое, а новое для меня практически все, либо вызывает во мне какие-то мысли, а вот это уже более конкретно и полезно. И в целом мне нравится, как информация преподносится, потому что с философией всегда все очень сложно. Мне кажется, объясняя, преподавая философию, очень легко скатиться в невероятный уровень концептуальности, который не досягаем просто никому, кроме тех, кто в философии разбирается. И вот когда я сейчас слушаю лекции синхронизации в этом курсе, у меня не возникает вопросов, что я слушаю. Вот это всегда меня очень радует, когда я себя не чувствую тупой в процессе изучения вещей, которые для меня новы и интересны. И помимо того, что этот курс мне очень полезен и интересен для потенциальной аспирантуры, как вы видите, хоть раз в жизни я решила готовиться заранее, сильно заранее, я понимаю, какой объем материала, я сойду с ума, если я буду готовиться, как я это делаю обычно. У нас случился прекрасный мэч с синхронизацией, мы засинхронизировались с синхронизацией, зацените, да, как каламбур получился, и у нас получилась прекрасная коллаборация, потому что у нас появился промокод, промокод Планетрина, который дает дополнительную 15% скидку на курс ГИБ по философии, который я супер вам рекомендую, как человек, который сейчас вот в этом всем варится и этим занимается, просто 11 из 10, серьезно, вот там вот книжки у меня стоят на полке. Мне элементарно не так страшно смотреть на них после того, как я посмотрела лекции и послушала аудио лекции. Мне легче живется от мысли, что я это смогу познать. В общем, да, я вам, во-первых, рекомендую этот курс очень-очень сильно, ГИБ по философии, топ, просто 11 из 10, и скидка на 15% по промокоду Планетрина действует на любой курс. Это значит, что вы можете выбрать что-то по душе себе, что-то, что вам нравится, плюс она действует на подписки. В общем, пользуйтесь, обязательно переходите по ссылке в описании. Я просто от души вам рекомендую, потому что синхронизация супер крутой лекторий. У них очень актуальные и полезные материалы, которые преподносятся, во-первых, качественно, во-вторых, доступно и понятно. Я для себя во всем информационно-образовательном ценю вот именно эти три аспекта. Они полностью закрывают все эти, как бы, мои внутренние критерии, так что супер-пупер вам рекомендую. Сейчас попробую это все систематизировать в блокноте, чуть-чуть, как бы, подчеркать. И, наверное, пойду отдыхать. У нас сегодня был культурно-просветительский вечер. Мы с Лерочкой, Лерочка, сходили в кино посмотреть фильм «Возвращение в Сеул». Нас так вернуло, что возвращаться мы не хотим. Ну, вообще, на самом деле, глубокий фильм. Мне кажется, хорошо сделан с точки зрения темы. Кому-то визуал отличный, музыка шикарная. Музыка нам очень понравилась. Сейчас мы шазамили каждый трактический трек. Вот, но в остальном пока мы осмысляем. Мы сейчас пойдем осмыслять это дело под коктейль. И, я думаю, пойдет полегче. Мы пришли в Deep Pride Friends. Прекрасная тут атмосфера. После фильма, который мы посмотрели, мне кажется, вот самое топо. Поэтому, когда я сразу зашла под музыку в красное освещение, такой прям вайб был, как будто ты немножко в этот фильм попал. Как твои дела? Рассказывай. Я устала. Согласна. Реально. Нужен отпуск. Да я ждала просто, когда мы пойдем на этот фильм, и я не думала. Но для меня он душный, серьезно, вот правда. Ну да, есть такое. В конце особенно. Какой-то переосознанный. Есть такое, да. Потому что вот эти клишированные сцены, они меня бесят. Настал прекрасный день под названием «Понедельник». Ну, и этот понедельник мы проводим с вами опять в академических приколах, немножко другого характера. Я еще попишу работу, но сейчас у меня будет корейский. Но сегодня произошло радостное событие. Моя дорогая подруга вернулась из Японии, и она привезла мне разные-разные прикольные штучки. Но самая прикольная штучка, которую я поняла не сразу, это набор кофейных дрипов из Старбакса. Я до тех самых событий, о которых нельзя говорить, очень любила Старбакс. Для меня это был такой, знаете, культурный феномен. Популяризированный, романтизированный, слишком дорогой, но культурный феномен. Я очень любила ходить туда, я там работала. Все проекты, которые были связаны с Политграммом, с Планетрийной, со всем чем угодно, были созданы и вырождены именно там. И когда Старбакс мухожук сделал, так сказать, и пропал их кофе, конечно, моя жизнь особо не изменилась. Не поймите меня неправильно. Я могу пить хоть растворимый, хоть три в одном, вообще кайф. Дальго на кофе мы все на ковиде делали, взбивали. Топ. Но вот, знаете, вот это вот чувство привычности и нормальности, которое сохранялось за счет того, что у вас были вот эти привычные нормальные вещи до того самого момента, оно ушло, понятное дело. И с тех пор альтернативы я не нашла. Потому что, ну, как бы, это не про конкретно зерна, наверное, не... Хотя, наверное, это про зерна, но это не конкретно про кофе. Это про какую-то такую общую эстетичную историю, про вещи сопутствующие и так далее. И вот она мне привезла эти дрипы, и я попробовала. Я сейчас сделала себе его. У меня вьетнамские флэшбэки случились. Меня реально флэшбэкнуло, потому что это прям вот оно. Это прям свежесваренный за 190 с одной третью молока, который я в свое время перед первой-второй парой просила в Старбаксе на Фрунзенской. Я вот прям помню. И поэтому я, конечно, ощутила очень много эмоций в этот момент. Прям прочувствовала и порадовалась. Так что спасибо моей дорогой подружечке Анечке, которая вернулась из отпуска из Японии. Я теперь кушаю вкусные киткаты персиковые. У меня есть еще сникерс из BTS, потому что я попросила купить что-нибудь из BTS, если она вдруг увидит, и кофе. Вот. Радуюсь, готовлюсь морально к корейскому. Слова учила, но очень плохо ничего не помню. Но что поделать, прорвемся. Вот прошлый урок пока чуть хуже идет. Не все запомнила, но постепенно учу. Куда вы идете? Я иду в корейский ресторан. Ну что, корейский пережит вполне себе успешно. Я вспоминаю материал, который знала когда-то изучаю, новый лексику изучаю. Сложновато, потому что лексика как-то в мою голову все равно не вкладывается, хотя вот я с этим прекрасным восточным языком уже не первый месяц и далеко не первый год. Но ничего, работаем над этим когда-нибудь. Возможно, я заговорю лучше, чем я говорю сейчас и буду говорить больше, чем фразы «я сегодня поела это», «я сегодня сходила вот сюда», «мне нравятся такие-то фильмы» и так далее. Понадеемся. Я сомневаюсь, что сейчас у меня будут силы и вообще какой-то уровень концентрации, чтобы заняться работой над научной статьей. Этим я займусь в свободное время. Для моего отпуска остается пять дней. Ну ладно, неделя. Сегодня, ну как бы, ладно, неделя. И я не могу уже дождаться, когда я в него уйду. И я планирую очень много всего интересного. Это вряд ли как-то скажется на деятельности на канале, но в запрещенной соцсети я выкладывать, наверное, что-то буду. И я очень хочу это время посвятить отдыху, не знаю, хорошим новым эмоциям, попыткам перезарядиться и абстрагироваться от жизни, которая есть каждый день, 24 на 7. Вот, и поэтому очень-очень жду, очень жду это время. И хочу поблагодарить вас за то, что вы, во-первых, дождались нового видео, во-вторых, досмотрели его до этого момента, если есть такие смелые люди. Это, скорее всего, моя мама и всё. Может быть, конечно, кто-то ещё, но, вероятнее всего, и нет. И я действительно искренне благодарна вам за то, что вы остаётесь со мной, следите за моим профессиональным развитием и поддерживайте. Очень много добрых слов пишите, когда я пропадаю, пытаетесь узнать, куда я там пропал, где я, что я. В общем, это приятно, и пускай у меня получается не так часто радовать и вас, и себя. Делаем как с научной работой. Когда есть желание, занимаемся. Когда нет желания, получится через одно место, поэтому браться даже и не стоит. Спасибо большое за просмотр, и до встречи, надеюсь, очень-очень скоро в следующих видео. Пока-пока.